итак девчонки всем привет возможно будут посторонние шумы на фоне потому что соседи идет ремонт естественно но я это понимаю так как у нас тоже долго шел ремонт и люди и жаловались ну а что делать ремонт тоже надо делать я насмотрелась косметических видосов нашла такую интересную девушку настолько приятнейшую даже не в плане как она делает макияж и каких-то техник просто как она разговаривает как она подает информацию как она шутит я не знаю как настолько все легко и непринужденно и мне захотелось покопаться в своей косметике мне такое бывает и хочу вас взять с собой не знаю насколько это мне будет удобно одной рукой и кто любит такие видео я вот сижу можно сказать вот я вот там вот кстати в зеркале не хочу показываться в супер домашней майке вообще вот моя основная косметика которой я пользуюсь нет вру еще какие-то у меня в органайзере находятся так кстати я не знаю показывала я или нет я упоминала так зеркало это огромное что я убрала кисти из этого органайзера и они теперь у меня отдельно здесь вот шкафчики так открываю не то шкафчики вот в такой вот штучки я перед тем как сажусь краситься их достаю достаем не знаю мне неудобно что кисть здесь они как-то далеко но мне удобно что здесь у меня и палетки и карандашики и все такое вот стоячие что неудобно хранить мне кажется вот так в ящиках здесь у меня и мои тональники в первом отсеке и румяшки была идея сделать себе какой-нибудь project pen девчонки но не знаю мне не так много таких продуктов вот например у меня есть вот такой вот бронзер которому просто сто лет в обед багама мама мне кажется сейчас даже оттенок уже не тот и я покупала когда-то его на ebay и не знаю может быть это даже подделка поэтому у меня оттенок не такой как сейчас оттенок у меня классный супер холодные эти румяна они довольно таки так сухие по своей текстуре но увидите сколько у меня их и сегодня я выкинула они постепенно начинают откалываться не исключено что вот это вот со временем тоже отколется но оттенок здесь супер холодный супер универсальные и опять-таки но новые наверное такие себе не буду покупать потому что сейчас уже оттенок либо они изменили просто его либо что я не знаю такая вот старушка раритетная есть стоит у меня здесь еще закончить бы мне вот эту пудрочку хотелось тоже потому что видите сколько у меня тут и и вполне себе возможно но все время начинаешь пользоваться чем-то новым и заказываешь еще и в общем это какой-то ну такое наши девчоночи хочется конечно пробовать новое но я не очень много покупаю косметики так здесь мои хайлайтеры стоят essence pure nude кстати последнее время я все меньше начинаю вообще пользоваться хайлайтером особенно вот этим хотя это моя любовь любовная но я не знаю почему как-то у меня отлегло сейчас я как-то могу вообще без хайлайтер выйти не знаю с чем это связано нравятся какие-то более деликатные хайлайтеры аля вот такие не знаю как я вам тут одной рукой буду все это открывать вроде ну такие вот какие-то подсвечивающие даже именно пудры как хайлайтер использую их если растушевать они очень даже сияющие в общем что-то поделикатнее вот ну также есть что-то более яркое аля вот это вот я тут сводчить вам не буду просто так покажу немножечко наводила порядок здесь какие-то одиночные тенюшки которыми я пользуюсь на повседневной основе мои щипчики здесь всегда спонжик здесь всегда здесь какие-то у меня базы под тени мои щеточки для ресниц и вот эти две гелевые тенюшки лореаль и мэйбелин color tattoo им обеим нет и года я покупала по моему обе в этом году они все время раскуплены кстати и они просто засыхаются скоростью света надо мне купить да напишите дюралайн или какой-то у инглот по моему продается какая-то специальная штука мне напрягает что если их как-то приводить жизнь то нужно каждый раз получается что ли копать перед использованием это для меня долго мне бывает надо побыстрее в общем напишите конечно мне писали по моему мицелляркой и глазные капельки копать которых под рукой у меня не всегда если поставить сюда в общем жалко жалко и но аналогов нет я все равно обожаю как смотрится именно мои шиммерные тени любые именно вот на такой перламутровой светло-белые подложки тени даже вот если брать какую-то просто базу которая такая типа арт-деко полупрозрачная или нет кстати еще тут очень даже много продукта либо вот этот вот хиан она тоже навеки полупрозрачная такая очень легкая текстура у нее взбитая знаете я даже не снимаю вот эту вот штучку текстура такая у нее прямо кремообразная ну не гелевая ничего такого да хорошо прилипает к ней тени в принципе хорошо держится но вот этот именно белый как бы как налет или вот это сама он они не очень-таки пигментированные они все-таки полупрозрачные но они белые перламутровые они пигмент теней очень сильно вытягивают в общем свои нет заморочки так закрыть бы одной рукой чтобы она не засохла ладно потом закроем я ну и здесь у меня вообще какие то здесь в основном консилеры те которыми я пользуюсь либо либо которыми я не пользуюсь да в основном я сейчас пользуюсь вот этим консилером от revolution relav я его обожаю я уже заказала себе дубль я открыла свою коробку мне есть вот такая вот старая обувная коробка я уже тоже показывала вам и не раз кстати здесь стоит аромат потому что я сегодня им пользовалась это мой аромат дня уже второй день на выход на улицу классный он классный для весны и он такой прям супер но не знаю сейчас у нас плюс 20 аж так что посмотрим еще здесь стоит мой тоник вот такой вот нью-зиланд он прямо такой знаете пахнет какими-то травами какой-то настойкой календула но это не скорее как очень разбавленная сыворотка по текстуре но мне нравится я активно пользуюсь он стоит 17 евро я купила по моему за два поэтому я радуюсь здесь большой объем что еще достала вот эту вот основу который мне подарили по моему российского бренда инфуэнс надо мне ее как-то потестить я буквально один разочек ее пробовала еще и достала свой тон от клиник он скорее всего уже просроченный но не знаю может быть я как-нибудь им воспользуюсь я помню он мне раньше это который супер баланс ему не знаю уже даже стыдно сказать может быть я его выкину но мне не поднимается рука выкидывать такие пузыречки мне столько воспоминаний когда я очень сильно увлекалась косметосом я просто скупала тона и вообще я так все это обожала и мне иногда так уносит в эти мои воспоминания хочется вернуться в это все беззаботно все покупать все пробовать и как-то погружаться в этот мир не думать там об уроках школах и кому что приготовить я в стирках и уборках и прочим и просто вот заниматься чем-то таким бьюти своим хобби но жизнь и жизнь в общем я тут достала разный косметоз который я хочу наверное как-то попользоваться возможно даже либо просто вам показать и спросить помните ли вы такое помните марка эльф раньше была очень популярна на сейчас в принципе популярна но она больше как-то осталось в америке скорее популярна мне кажется что даже в европе она сейчас не так популярна не говоря уже о россии у вас там появилось просто три тысячи своих брендов часто смотрю девчонок и показывают они реально там крутые вещи и белорусской косметикой и именно российская но у меня нет возможности все это пробовать но у нас свои бренды скажем так помните эльф там была целая линейка у них румян по моему бэйк запеченная у них было бэйк бронзеры была целая линейка и бэйк хайлайтеры и почему-то я думала что у меня есть все три хайлайтера наверное перепутала с пингтастиком помните пингтастик самый популярный был оттенок заявленный как румяна но на самом деле все пользовались им как хайлайтером удивительно что он так блестит я никогда даже этого не замечала красивый таким продуктом ничего не бывает не знаю мне рука не поворачивается выкинуть все это еще один вот такой был знаменитый ru оттенок вот в оттенке блаж джемс сравнивали его те времена по моему с бэкой apple который был сколько у меня хайлайтеров это я вам сейчас не показываю вот в этой коробке которые я покупала похожие на apple я не знаю о чем я тогда думала конечно они мне темные но я достала сейчас может быть как-то буду добавлять чуть-чуть бронзинки в жару может быть и не буду знаете и еще один был очень популярный назывался moonlight pearl это такие хайлайтеры чтобы вы понимали запеченные они довольно таки насыщенные сколько лет я им пользовалась и до сих пор у меня цел и вот здесь только уже упаковка поломанная и вот здесь вот только у меня такая вот ямка видите но их хватает реально но этот хайлайтер даст фору всем мэри люминайзером и прочим которые были тогда популярны кстати никогда не любила хайлайтер мэри люминайзер до сих пор у меня лежит новенький вот здесь вот кстати в коробке никогда не понимала этого хайпа как по мне так он жутко желтый но я снимала когда-то отдельное видео про него сто сто тысяч лет назад господи как подумаю как давно это было он да очень мягкий не писали даже что мне там и подделка это еще я не знаю сейчас он вроде бы и ничего даже похож вот на этот но мне кажется что вот этот вот более холодный именно чем вот этот на моем лице он всегда ну мне кажется что даже прямо видно этот на моем лице всегда как как желтуха какая-то смотрелся помните ли вы эти времена сейчас я такое шиммерное уже вообще не ношу но она у меня есть я хотела все это потрогать все подоставать еще у меня есть супер запеченные румяна от revolution их кстати сейчас это модно почему я именно их достала я искала вообще одни другие совершенно румяна но просто я их не нашла такое возможно что я их отдала мне такое бывает я вообще очень много чего она отдавала мне практически все что мне раньше было я все по отдавала племяннице так сейчас модно опять я смотрела вот эту девушку и она показывала там такие красивые румяна от вот какого-то известного бренда и не знаю я не буду искать там красиво такая белая упаковка на р что ли как-то и она показывала аналоги то есть как бы как румяна хайлайтер как топпер и я очень захотела в общем попробовать что-то такое хоть я такое не люблю но мне так захотелось сделать что-то похожее как было у нее и такие у нее были красивые видите здесь такая легкая так я даже не поленилась и сделала сводчик конечно мне искусственное освещение но вот что-то похожее прямо видео было оно было шиммерно так у меня голос прям сипнет когда долго разговариваю я кстати нанесла сводчик чуть-чуть на консилер мне кажется так более правдоподобно потому что все равно мы на голое лицо вот не наносим такие продукты и на кожу не всегда понятно то есть на тоне вот это просто на коже мои голубые вены все затмевают короче что я вам тут показываю это мои такие какие-то воспоминания еще у меня куча воспоминаний вот с этим продуктом это на мой единственный нет я вру у меня были когда-то и тональники и студия фикс и еще какой-то и супер кроющий тональник от мак потому что я была тональника маньяка и вот эту пудру я покупала ма макс студия фикс очень популярна была nc20 у меня оттенок и прям пользовалась ей ну это можно заметить да это же уже много лет я решила может быть попробую на центр и и наносить на поры возле носа я заказала на алиэкспресс какую-то супер чудо по рекламе не знаю я увидела девушку в шорт сах она показывала там такая пудра которая как фильтр просто я очень хочу чтобы именно так и было заказала на алиэкспресс придет не знаю через месяц в лучшем случае в общем такое еще у меня здесь вот такие вот тенюшки никак тоже то что показывают и значит рука не поднялась когда-то что-то отдать фармасе по моему это турецкий бренд и кстати он сейчас опять возобновился появился на на тина он такой вообще бюджет но чуть-чуть стремится он повыше сейчас все стремится уже повыше только слава богу essence catrice у нас остается более-менее в бюджете хорошего качества всегда любила эту палетку но мой любимый вот этот оттенок такой мятный зеленоватый короче не знаю и вот такие тени обожала упаковка конечно хлипкая так это просто квест девчонки открывать все это открывать все это одной рукой такая заюзанная тоже мною палетка грязненькая вот этот оттенок вообще с горкой вот эти два это запеченные тени и все это аля вот такая же текстура только в виде теней обожаю эту палетку вот эти вот три оттенка достану буду пользоваться это прямо шиммеры ну такие запеченные как я их вижу потому что даже если вам включу фонарик сейчас я сделаю пару сводчиков здесь такие интересные я иногда их вообще все вместе миксую розовенький такой бронзовый но более холодный и вот такой вот цвет шампанского сейчас включу но вообще мне же еще один палец и здесь есть один по моему этот дуахром давайте может быть его сделаю он такой с фиолетовым подтоном очень красивый в общем здесь все оттенки супер удачны и не хватает еще одного пальца и вот этот красивый тоже очень коричневый сейчас я включу фонарик вот посмотрите какие эти тени от одного прикосновения без всякой базы просто вот казалось бы невзрачная палетка достану и буду пользоваться я помню я все время ее брала во всякие поездки в отель вот любой цвет шиммеров на любой вкус хочешь сделать коричневую smokey eyes хочешь более что-то ту охромно-фиолетовое хочешь уголок подсветить хочешь вот эти все три замешай и вообще будет очень интересный оттенок и любым бронзером можешь сделать складку и все что-то сто лет уже не было ни в каких поездках просто поэтому даже как-то и ничего и не беру еще у меня здесь лежит вот такой хайлайтер что-то потянуло на что-то розовенькое не знаю как лучше со вспышкой может быть даже лучше так видео будет скорее всего долгим надеюсь я вам не надоело и вы не устали вот такие вот были популярные у revolution струб хайлайтеры у меня оттенок radiant lights и как-то я все время его побаиваюсь потому что он розовый но мне кажется что сейчас все это как-то приходит в моду очень сильно и и это же долго его искала думаю что я его отдала вот здесь просто нежнейшая текстура а нам я даже не знаю как вам объяснить он довольно таки яркий так вроде не кажется что розовый но безумно красивый почему я его все время боюсь хочу его попробовать столько красоты пролеживает мы покупаем что-то новое короче это мой лайфхак когда очень хочется много новой косметики я беру все старое начинаю все свочить понимаю сколько у меня всего и и как-то даже успокаиваешься так еще вот такая тенюха тоже essence уже наверное не продается feel the vibe покупала тоже ради того чтобы пользоваться как хайлайтер и они мягчайшие но тени essence особенно однушки это отдельная история и мне кажется даже как хайлайтер либо просто такой весенний макияж слегка такой мятный оттенок это просто вау вот этот легендарный для меня оттенок пипа минт немного однушек уцелела у меня тоже многое свое время на отдавала но это тоже мятный но посмотрите какой он красивый это уже совершенно другой оттенок но обе essence вот посмотрите тоже какой нежный можно и в уголок глаза его не вообще не знаю как хайлайтер но не такие красивые они такие нежные не такие мягкие я не знаю однушки у с ланса все просто всегда были бомба что что шиммеры что матовые что сатины да возможно здесь у меня кстати есть парочка тоже essence заюзанных на дыр что говорит о том что я их люблю просто бесконечно вот уже заскоченная вся что еще у меня здесь еще вот такая essence тоже вот до дырки вот олайнит оттенок беленький и здесь короче essence вообще моя любовь на самом деле что еще в погонях за хайлайтерами кто помнит вот он wild мега глоу прэшес пэтал с оттенок потом больше стал популярный какой-то там розовенький но я всегда была противником розовых хайлайтеров поэтому я не покупала себе розовый а заказала себе вот такой вот супер темный для моего подтона кожи никуда не годится но какой же он был популярный его сравнивали просто со всякими видео какое-то такое знаете как будто мне 50 лет и я тут вспоминаю лучшие годы жизни нет у нас просто косметическое такое знаете как бы назвать там косметические посиделки грусть по прошлому в общем я не придумала еще название тоже красивый хайлайтер популярный конечно он больше бронзовый ну я его просто достала чтобы вам на самом деле показать еще вот такой у меня есть с алиэкспресс хайлайтер не знаю вообще что за марка что за что ну уж он такой более рыхлый но здесь очень красивый оттенок просто вырви глаз мне кажется больше как тени можно использовать имеет как я вижу такую явную вот этот мне кажется на apple вообще очень был бы похож свое время не такой рыжий как предыдущие в этом wild такой прям бежево бежево-розовый что ли но я ни разу им не пользовалась как хайлайтером но посмотрите просто он вырви глаз как бы я со своими скромными пудрами хайлайтера такое боюсь но достала вот хочу хотя бы просто полюбоваться на эту красоту так что еще я вам тут не показала достала но это из новеньких у меня физишн с формула баттер блаш в оттенке винтаж рушь это я просто достала в пользование здесь еще не показала мой любимый бронзер тоже из линейки эльф помните сколько лет я им пользуюсь и до сих пор и вот каждое лето достаю вот у меня здесь такая вот ямище углубление и дна еще не видно мой любимый супер такой нежный и загарный кстати скоро дно будет загарный бронзер очень нежный не рыжий не оранжевый такой какой-то бежевато золотистый что-ли короче тоже люблю я уже вся вся блещу когда-то было одним из моих любимых бронзеров вообще у меня тут много есть я мне все показывают огромный вот этот огромный бронзер revolution когда-то еще тут мой любимый хайлайтер от revolution но я кстати показывала по-моему уже эту коробку и это все показывала у нас сегодня такое ностальжи вот придумала ностальжи по старой косметики вот жалко я не сохранила палетки свои вообще с ранней юности которые были ruby rose которые были такие знаете стройные чуть ли там и двигалась все во все стороны отодвигаешь у тебя тени отодвигаешь у тебя румяна отодвигаешь там еще и для губ обожала такое но почему-то у меня ни одной не сохранилось вообще все ну я все выкинула бронзер просто на всю жизнь хватит и оттенок не самый дурной он очень нежный они очень такие прям как кремовый ну да немного рыжеватый но на коже такой более бежевый что ли еще мне вот такая для штучка я очень тоже и любила свое время вот так вот все смешивать и тоже получается что-то такое в принципе принципе что-то вот такое если рядом с предыдущим сводчем тоже оно такое тепленькое короче вот еще мне попался вот этот бронзер шимор брик по-моему да он назывался как-то все тут стерто у меня strobing брик катрис я знаю что он у многих было и многие его любят любили конечно же после этого уже вышла куча всего я любила именно вот эти верхние тоже смешать такой чуть чуть более холодный оттенок за счет вот этого верхнего фиолетового короче короче такое было так 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 ну немножко осталось девочки достала вот эту палетку контур пол этот revolution одна их из первых и мне она всегда нравилась хоть и не все оттенки мне здесь нравится очень хайлайтер вот этот вот он очень такой папа так не заслепить бы вас он очень красивый делик но относительно деликатный и вот здесь у меня уже вот дырочка для бронзера такой более но вот эти больше в краснинку а этот такой более универсальный и вот этот вот пудра аля ауэр глазовская вот это вот их вуаль которая вроде пудра вроде и не пудра тоже всегда я пользовалась в общем-то пролеживает я достала подумала почему бы мне не попользоваться этим нужно что-то все заляпалась так поэтому мне лежит здесь такая штука это логично еще вот эти классные штуки мне попались на глаза правильно так уберем помните кто помнит эти файл ай шаду у меня пьюра платину и rose gold потом там еще какие-то цвета у них добавились я вот думаю я покупаю вот эти все жидкие тени у меня есть серебряные и так далее почему бы мне вот этим также не воспользоваться и вообще они тут смешиваются с специальной жидкостью специальном пузыречки было который кстати как раз я могла бы развести свои тени но этой штучки уже давно мне нет коллекции можно просто пальчиком я не буду сейчас их свочить но посмотрите какие они красивые у меня просто целые я думаю что они в отличном состоянии вот тоже думаю может быть как-нибудь ими и воспользуюсь но это все не точно может быть я просто побалуюсь посмотрю на все это и опять уберу в коробку но может быть этим и попользуюсь еще у меня здесь пудрочка как-то я с рассыпчатыми пудрами вообще не очень но сейчас у меня есть парочку в любимчиках но они обе шиммерные такие вот такая вот glow illusion catrice вообще моя любовь любовная не знаю мне кажется ее больше не выпускают зря и моя любимая вайба под глаза тоже они рассыпчатые хочу попробовать вот эту может быть почему бы и нет лежит у меня пролеживает целенькая когда-то она тоже гремела и было популярно последнее что я вам хочу показать это вот эти пигменты наверное свочи не буду делать потому что это будет очень долго ну может быть я сделаю только два оттенка которые мои самые любимые а это оттенок мокко просто я покупала их лет десять назад у меня еще ребенка не было на самом деле вот этот красивый sky pink по-моему до sky pink и здесь еще красивый вот такой hazelnut по-моему walnut это совсем такой глубокий чуть в теплинку коричневый и какой-то вот такой зачем-то я покупала наверное ни разу даже им не пользовалась здесь довольно таки много теней и как-то я пересыпала даже себе розовенький отдельно вот сюда чтоб удобно мне было пользоваться в пустую банку и так же в пустую банку я пересыпала так вот этот вот я вам сейчас покажу два сводчем секунду так вот два сводча посмотрите какие тени конечно неудобно то что они в форме пудры меня уже тут даже вот просыпалась и уже сейчас вытирала но на хорошую базу розовый очень красивый он такой не яркий он такой знаете розово-бежевый sky pink ну такие шиммеры да вот у меня в коллекции есть казалось бы почему не пользуюсь зачем покупать сейчас куча нового сказала я и у меня стоит здесь от меня слева посылка с новой косметикой но я молодец все равно я не трачу кучу денег именно на косметику думаю потому что это время для меня как-то немножечко прошло и у меня вот много запасов и мне хотелось с вами немножечко поделиться вот так вот в таком формате надеюсь моим любителям здесь косметоза было интересно напишите что бы вы хотели чтобы я вам показала может быть кто-то здесь новенький не видел там какие-то мои старые хайлайтеры тени однушки у меня здесь какие-то тоже там у меня ну да хайлайтеры бронзеры вот это всякое всякое может быть карандаши короче у меня всего полно туши и все все есть все на полчаса было видео надеюсь вам девочки было такое интересно сейчас я все это буду убирать буду мыть руку от свочи и уже выбегаю выбегаю в школу в промежутке тут с вами поболтала ну как то так в общем-то все буду заканчивать всем пока пока